Разразилась целая баталия по поводу качества Lies of Peace Значит, одна часть встала на сторону божественной игры, а другая, в свою очередь, не то чтобы поносила проект и вместе с тем была крайне недовольна Там я На первое прохождение у меня ушло 44 часа, и то я считаю это очень много, так как я застряла на несколько дней с прокачкой и боссами В свою очередь, это еще не конец моей истории, так как я, конечно же, иду на платину А это будет уже третья платина в этом году и третья в соус-лайк игре в этом году Так что Пиноккио это последний соус-лайк в 2023 году Давайте по порядку Студия подкорректировала моменты после демки, и теперь вы должны кое-что знать с самого начала До первого босса у вас есть возможность фармиться только до 20 уровня, так что распределяйте свои характеристики правильно Иначе вам придется, как и мне, создавать нового персонажа, потому что я понятия не имела, что здесь есть ограничения В свою очередь, на этой почве у нас с товарищем началась демагогия на тему того, что так делать категорически нельзя Мне, значит, на это стали преподносить аргументы, мол, в дарках вообще нет прокачки перед первым боссом, и, мол, это уже что-то, и вот с этого все и началось Почему вся эта система, как Лайзу в Пи, в начале с ограничением уровней, абсолютно неуместна? Дело в том, что есть причина, почему перед первыми боссами, а это далеко не всегда, нет прокачки Первый дарк поставил демона ненависти, которому вы сносите половину хп, когда прыгаете сверху А далее закидываете бомбами, и он умер Все, вам не нужна прокачка, потому что у нас есть альтернатива, буквально с двумя-тремя ударами Второй дарк соус дал вам полную свободу действий, хотя прокачивайтесь, тут проблем нет Третий дарк соус прокачку не дал, но воинам вы также затюкаете гундира с пару тычек Поэтому в прокачке необходимости нет В Бладборне абсолютно свободная прокачка, в Элдене абсолютно свободная прокачка В Секира нет прокачки в начале, потому что генитирова не убьете ни при каких обстоятельствах И поэтому она там не нужна И вот только в Пиноккио начался карнавал То есть, если нет прокачки в начале игры, то боссы очень и очень легкие, и урон вы наносите колоссальный Если есть прокачка, то боссы обычные В Пиноккио вообще все не так Блокировка пока что нормально не работает, потому что навыков и умений у вас нет Урон Я даже это уроном толком и не назову Охерачит эта штука, по вам будет здоров То есть, вы в жопе, вас ебут, а ничего сделать вы с этим не можете Расходники сильно ограничены, прокачка ограничена, а босс довольно конкретный Просто закидать его не получится, к игре вы еще не привыкли И вот как вам быть? Как хотите, так и будьте Здесь и начались мои страдания У меня с Пиноккио отношения не заладились с самого начала Причем, кстати, в первый раз в демке не было ограничений Я прошла босса за полчаса буквально А здесь это была какая-то дичь Значит, потом у нас Локи, и я снова встала Вставала я так буквально несколько раз в начале, и орала как не в себя Середина далась довольно легко, и уже на оперном я сдалась То есть, в соло я прошла всех до оперного, то есть короля марионеток Но на нем я поняла, что в одиночку эту духоту я не вынесу И вот мы переходим к еще одной части мероприятия Которой стали грешить Фром и Велдене, а теперь в Пиноккио Когда на вас нападает босс, то он делает несколько ударов подряд Абсолютно всегда тайминги разные То есть, он не делает прям пять ударов подряд Пока он почешется, пока какое-то чудо сделает телодвижение Потом бац и резко удар Я понимаю, что в голове студии это выглядит как шедевральный полет фантазии Но на деле это становится просто адской духотой То есть, тебе нужно сначала ждать, когда закончатся все представления Либо иметь возможность сделать идеальный блок А вряд ли он у тебя получится 20-30 раз подряд Блок снимает твое здоровье, но успевает регенерировать его, если ты наносишь удар Система интересная, да вот на деле не особо эффективная Потому что тебя начинают жестко ограничивать И именно это людям не нравилось в Секира Однако Секира могла позволить себе и блоки, и суженные боевые системы Потому что это, блин, самураи, которые вообще дерутся тремя ударами А здесь не такая история Вы создаете ограничения там, где нужен полный полет действий Хорошо, мне на такие вопросы ответят, что, мол, есть кварцы и рука Прокачивая руку и открывая навыки Однако, вы знаете, дамы и господа, открывать уклоны перекаты довольно странно Спасибо, конечно, но я бы не прочь получить его в начале игры Хорошо, вы даете доп ячейки, окей, я понимаю Однако жесты по типу переката, бега и кувырок Это довольно примитивные базовые вещи персонажа И открыть это все вы сможете только после двух боссов Потому что вам нужен дед А до деда при фокусировке на враге у вас нет переката А только отскок, который довольно проблематично отслеживать А без фокусировки есть типа кувырок Но тогда ты не видишь босса При этом навыков в начале нет Колец особо тоже Ну и будь тебя так, будто ты на последнем боссе Если же вы так хотите, чтобы мы ставили блок То какой уж черт этот самый блок Будет снимать все мое здоровье на ранних этапах Я говорю только про ранний этап Потому что вы все откроете и вам станет легче Но здесь есть самое важное Но Да, соус лайки должны быть сложными Однако они должны быть оправданно сложными То есть не каждый босс тебя душит, потому что так надо Потому что он особенный У него есть история Он по лору является очень сильным А здесь тебя, получается, нагибают боссы Которые не имеют какого-то важного места в сюжете По типу тех же там первых двух Но они могут вас посадить в лужу на какое-то время Да, я понимаю, что есть люди, которые все прошли и сказали, что малоизикатка Однако я выделяю этот аспект лишь потому, что я видела хороший пример Когда первый босс может быть сложным Но у тебя есть колоссальная возможность его убить И чем боссы выше, тем они сложнее Не потому что так надо А потому что они имеют за собой огромную предысторию И ты понимаешь, с кем ты борешься Будь то дети богов или отпрыски Или же охотники там самые крутые Да кто угодно Они имеют и огромное хп И заслуженное звание тяжелого босса То есть вокруг него выстраивается определенная характеристика Которой ты готовишься А здесь же даже тот же король марионета С которого у меня и начались проблемы И да, он по лору-то важен Но его атаки не уникальны И его способности превосходят других боссов только во второй фазе А в первой это просто консерва на ножках Вы можете сказать, что я придираюсь Однако дело в том, что важные боссы Обязаны всегда отличаться от обычной своей уникальностью Насколько это возможно Помимо такой важной составляющей, как объяснение сложности Сам бой может занимать 15 минут И, наверное, для меня это самое отвратительное из всего, что можно сделать Самый долгий бой в моей жизни был с Фридой И шел он 20 минут Я настолько устала, что даже словами вам писать не могу И долгие бои абсолютно точно не для меня И вот, значит, в Пиноккио боссы имеют окна В которые ты можешь подойти, если ты не хочешь бросаться на амбразуру И умирать через каждые 5 секунд Тебе нужно выжидать, и этим выжиданием Ты можешь заниматься минутами А это очень сложно сохранять концентрацию на протяжении 10, 15, а то и 20 минут И вот в таких приключениях продлится вся игра Пока ты найдешь кварцы, прокачаешь снижение физического урона и так далее и тому подобное Либо, если ты не хочешь ждать, то тебе надо лезть на рожон и получить по шее при первом рывке Либо вызывать призрака В соло я дошла до оперы и поняла, что бегать по локации на первой фазе 10 минут Дабы сохранить фляжки для второй, это того не стоит Поэтому, здравствуй, товарищ Он, кстати, один и других не будет У него, правда, рушка меняется, это прикольно Это, в принципе, все самые ужасные для меня моменты Сложность ради сложности, можно так это назвать Ну и скукота, конечно же Сюжетная линия на любителя После титров прикольно походить по хосту Потискать кисю, которая подойдет на шаурму Посмотреть на нос, поиграть на пианино и так далее Есть много маленьких деталей, красивые катсцены Но на любителя Что в стилрайзинге куклы-роботы меня задрали Что здесь Я как-то больше по органике И слава богу, студия добавила и зомбаков, и органических боссов А не только роботов И вместе с тем, по лору и сюжету Ну такое себе Хотя многим понравилось Что понравилось мне? Ну, во-первых, сами персонажи отрисованы прекрасно Как выглядит король марионеток Замечательно Пару локаций и хост с его инфраструктурой Нереально божественные Чувствуешь себя как дома А это важно Я в полном восторге от того, что не зажали катсцен И делали маленькие вставки А также мне понравился сюжетный поворот уже в конце игры Я была удивлена И на этом все, мои дорогие Из оружки я прокачала особую катану И режу всех на суши По ачивкам я уже выбила большую часть Так что мне осталось только собрать предмет И убить последнего босса на особую концовку Все Я не могу сказать, что это прям совсем адское дерьмище Потому что все-таки это лучший стилл разника И Мортал Шелл Но вот честно, Код Вейн Несмотря на то, что у него старая графика Многим не нравились локации Мне он понравился больше Я сидела в нем сутками А в Пиноккио я не могу тянуть больше часа или два В целом, неплохо Но перепроходить вот для себя Я бы не стала никогда